Мы продолжаем наш путь и отправляемся в одно очень интересное, на мой взгляд, место. Здесь и речка с таким названием, и деревня, и парк. И называется это все Кулига. Кулига-парк. Я запомнила через Каллигула. Каллигула. Ну, у каждого свои ассоциации. А вообще, мне бы хотелось затронуть тему дороги. Вот мы путешественники, да, занимаемся этим делом профессионально. Каждый день мы тоже преодолеваем путь, даже если не занимаемся профессиональными путешествиями, на работу, домой, по своему району, по своей стране, по миру, в котором мы живем. И, по сути, дорога имеет такую, на мой взгляд, философию такую, что она связывает не только пункт А и пункт Б, а позволяет людям перемещаться с целью развития своего кругозора, реализации своих мечт, если можно так выразиться. Много чего дает нам дорога. Мы сейчас приближаемся к Ирбитскому тракту. Почему я хочу обратить внимание на эту дорогу? Потому что она непростая. То есть, есть доказательства прямые того, что когда-то это был основной путь, по сути, в Сибирь. С севера везли пушнину, рыбу, возможно, еще какие-то товары. И можно предположить, что этот участок был частью Шелкового пути. Сейчас это тоже дорога не простая, а областная. Правда, раньше была федеральная, но потом построили железную дорогу. И, если я не ошибаюсь, у Транссибирской магистрали есть два маршрута. Так вот, в одном из них она проходит именно через эту часть, которая проходит через Тюмень. Честно, как вот человек, который сидит за рулем, ну, у меня отличная машина, которая помогает мне исследовать территорию, могу отметить, что в Тюменской области очень хорошее дорожное покрытие. Едешь и действительно, ну, отвлекаться от дороги, конечно, нельзя, но точно не отвлекаешься на ее качество, как, к сожалению, во многих регионах, особенно в труднодоступных местах. Мы, правда, исследуем, мы недалеко еще уехали от Тюмени, но я буду верить в то, что и там дорожное покрытие высочайшего качества не хуже европейских дорог. Сто гектаров леса, дыши и радуйся. Правда, даже ничего не делая, организм будет впитывать этот полезный воздух. Жаль, что через видео-то нельзя передать. Управляющая команда Кулига Парка стремится превратить его в место семейного отдыха и место силы для корпоративных мероприятий. Владимир Семенович пел песню о том, что друга хочешь проверить в горы тени. Но нет в Тюмени гор, не про Тюмень пел Владимир Семенович, поэтому можно здесь проверить друга в стальном характере. И незнакомого человека очень-очень. Сделать подарок другу? Да. Да? Сертификат? Можно пробежать группой коллег. Здесь корпоративные пакеты. Можно собрать друзей, с ними пробежать. Можно сделать это летом, можно сделать зимой. Либо обратиться к нам, и мы организуем вам... Индивидуально. ...индивидуально формата, да. На территории парка проводится аналог гонки героев. Здесь его называют стальной характер. Соревнования Open Fight по смешанным единоборствам, а также йога-фестивали. Вау-вау-вау-вау-вау! Пристегните ваши ремни, потому что мы на Росомахе рассекаем Коку Лига Парку. Мы еще не знаем, какой нам может достигать скорости. Раскроем секрет. Скоро здесь откроется этнопарк, и любой желающий сможет погрузиться в быт сразу четырех культур. Концепцию разрабатывали в сотрудничестве с Сибирским отделением Российской Академии Наук. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Это, пожалуй, самый безопасный способ немножко подурачиться, вспомнить эти войнушки, но, к счастью, никто не пострадал. Мир. Снимай свои электро. Это мой товарищ Леонид? Да, Ира победила, да. Какая реакция, я просто в шоке. И вот этот вот предмет, знаешь, который у ног лежит. Типа, Ира, не бойся, ты же любишь украшения. Это наручники. Мне, честно, страшно. Собачка. Это, кстати, новая штука, которая цепляется за эту веревку. Я теряю корни, мне кажется. Вы не заставляете подпрыгать до этого, чтобы точно проверить, что все работает. Держите, подержите. Отправляю. Поднимайте ноги. С Богом, Мир. Поднимайте. Мой Оленький не было. Мой Оленький не было. Сравил. Все. Спасибо вам. Сначала очень страшно, потому что ты слышишь голос, толкая ее, и ты такой схватился за две веревки, а потом реально есть желание распуститься, вот так вот раскрыться и песни петь начать. Что хорошего и полезного вам даст веревочный парк? Сам тренинг «Робс Корс» был разработан для тренировки солдат американской армии, а сейчас с успехом покоряет весь мир. Есть трассы для детей и взрослых, где их только нет. Когда проходишь маршрут в компании единомышленников, да еще и с соревновательным моментом, уж поверьте, те нейронные связи, возникшие от пережитых эмоций, сделают вас ближе, и коммуникация внутри коллектива будет намного лучше. Это проверено. А чтобы пройти его, а не проверять действия страховочного троса, нужно просто сфокусироваться на результате и вовремя гасить страх. Это провокация нервной системы инстинкта самосохранения. Вот Ирина, к примеру, делает это впервые в своей жизни. И, как видите, не падает. У нас есть несколько секунд для того, чтобы поделиться своими ощущениями, пока сюда не прибыл очередной экстремал, если можно так выразиться. Вообще идеальное место для организации экологической конференции в формате на природе. Прокачка себя различными гормональными коктейлями. Здесь это можно делать где угодно. В общем, здесь можно точно проводить время так, как душе угодно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА